Цегламенская библиотека номер 16 представляет «Книжные острова» Тамары Крюковой Тамара Шамильевна Крюкова – автор книг для детей и юношества. Работает в разных жанрах и для читателей разного возраста. Некоторые книги Тамары Крюковой предназначены для дошкольников, другие адресованы старшим школьникам и взрослому читателю. В её багаже есть фантастические и реалистические повести, повести-сказки, рассказы, сказки и стихи. Книги-писательницы переведены на многие языки мира. Цегламенская библиотека номер 16 представляет вашему вниманию обзор книг Тамары Крюковой в разных возрастных категориях. Итак, начнём, пожалуй, с самых маленьких читателей. Книжка известной детской писательницы Тамары Крюковой «Кенгурона Круни» знакомит ребят с животными Австралии. Забавные приключения «Кенгурёнка», коалы, утконоса и других персонажей научат маленьких читателей с пониманием относиться к другим людям, верить в дружбу и взаимовыручку. Крошка-ёжик. Вместе с забавным любознательным ежонком и его друзьями, героями сказки, известной детской писательнице Тамары Крюковой, ваш ребёнок познакомится с окружающим миром. Для старших дошкольников эта книга может стать первой ступенькой на пути к самостоятельному чтению. Книга рекомендуется как для чтения взрослым и детям, так и для тех, кто начинает читать сам. Вечерком за чайком с мёдом и малиной Разговоры, разговоры, разговоры. Убежит лето, Оставит сладость вкуса в банках с вареньем, Терпкость луга и леса в связках, собранных и засушенных на зиму трав. Первые шаги в детском травоведении легко и просто сделать с книгой «Лесная аптека». В форме простых сказок в народном стиле даётся в этой книге информация о пользе трав. Пастушья сумка, календула, подорожник. Эти травы растут практически везде, но многие ли знают об их пользе? Разве что подорожник с детства всякий знает. В детской книге, конечно, рецептов приготовлений и употребления трав нет. Но о том, откуда она взялась, расскажет сказка. Например, «Заячью капусту подарил хозяйке-огороднице заяц, который воровал капусту обыкновенную, а дуванчик...» А вот об этом вы узнаете, если прочтёте книгу Тамары Крюковой «Лесная аптека». А эти книги будут интересны школьникам младшего возраста. Что получится, если папины дачные джинсы выстирать вместе с белоснежной парадной скатертью? А если во время спектакля запереть исполнителя главной роли в гримерной? А если приклеить туфли к паласу? Спросите об этом у Агаты и её друга Плутыша Тришки. Повесть «Дом вверх дном» выдержала не одно издание и полюбилась как детям, так и взрослым. В Тридевятом царстве случилась беда. По вине забавных лесовичков Мастери, Тюхти и Калаброда началась страшная путаница. Кощей бессмертный стал Кощейм-дурачком, Иванушка-дурачок, Иваном-Горынычем, «А змей-горыныч превратился в...» Словом, если бы не волшебная калитка, Вход и выход куда пожелаешь, Не сдобровать бы непоседливой троице. Калоша-волшебника Однажды рассеянный волшебник потерял Калошу, которая жила у него так долго, что и сама научилась творить чудеса. Отправившись в путешествие, Калоша встречается с разными ребятами. Среди них и забияка, и трус, и лентяй, и врунишка. Для каждого у Калоши припасена волшебная история. Она помогает ребятам взглянуть на себя со стороны и измениться к лучшему. Не зря эта книга носит под заголовок «Занимательное пособие по правилам поведения». Она поможет детям вместе с героями посмеяться над своими недостатками и страхами и преодолеть их. Озорные истории Название книжки говорит само за себя. Шаловливый зайчонок-шустрик ни минуты не сидит на месте. С этим непоседой постоянно происходят забавные приключения. А эти книги будут интересны уже для ребят старшего школьного возраста. Главной героине приключенческого романа Тамары Крюковой «Волшебница с острова Гросс» 14 лет. Она своенравна, независима, и у неё полно проблем, как у любой девчонки в её возрасте. Но она не ведает, что её главная проблема в том, что она наделена сильнейшим магическим даром. Её ждут заговоры, лишения опасности, прежде чем она узнает о том, что носит у себя на груди заветный оберег, знак власти. Она волшебница. Ей по силам многое, а она мечтает стать простой смертной. Потому что знает, сколь тяжко бремя могущества. Герой повести «Гений по неволе» известной российской писательнице, лауреата многих премий Тамары Крюковой Артём Тарасов, наигравшись в компьютерную игру, обнаруживает у себя необычайные математические способности. Однако это не радует его. Прочитав научную статью о возможности создания биоробота, он понимает, что стал жертвой чудовищного эксперимента. Костя плюс Ника Костя и Ника – это Ромео и Джульетта наших дней. Это история о человеческих взаимоотношениях, благородстве и подлости, отзывчивости и равнодушии. Но в первую очередь о любви, о том, что настоящая любовь приходит независимо от её возраста и побеждает всё, даже, казалось бы, невозможное. Сюжет повести лёг в основу художественного фильма Костя Ника «Время лета». Телепат Волею случая в руки Олега Воропаева попадает компьютерная программа, благодаря которой он обретает уникальные способности предвидеть будущее и читать чужие мысли. Казалось бы, подобный дар открывает большие перспективы, но реальность оказывается далеко не столь радужной. За Олегом начинает охоту владелец таинственной программы, но ещё больше парня страшат странные метаборфозы, которые происходят с его сознанием. Книги для взрослых Трипти в чёрно-белых тонах Это роман о любви, история современного Пигмалиона. Он мастер, она лишь податливая глина в его руках. День за днём из ничего он лепит совершенство. Но однажды всё меняется. Она перестаёт быть послушной марионеткой. Отныне она режиссёр и кукловод в этом театре жизни. Все эти и другие книги Тамары Крюковой вы можете взять на абонементе Цыгломенской библиотеки номер 16. Приходите, выбирайте, читайте. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!